Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать, что я уже успела посеять и порадовали ли меня всходы. Начнем, пожалуй, с вербены. Вербену я высевала раньше всех. Вербену высевала 19 февраля и высевала, как всегда, на горячий грунт. Всего лишь 10 семян. Семена профессионально от Pan American. Вербена Кварт. Итак, из 10 взошло 7, но я хочу вам сказать, что для вербены это даже очень неплохая всхожесть, так как вербена имеет довольно-таки плотную твердую оболочку. И вербену я всегда высеваю на горячий грунт. Я вкратце расскажу, как я высевала. Грунт я утрамбовываю, слегка выравниваю, затем делаю 2 бороздки и уже в бороздки раскладываю семена. Предварительно пролив, хорошенечко пролив, сами бороздки увлажняют только бороздки горячей водой. Температура воды около 70, а то и 80 градусов плюс. Затем раскладываю семена. Делать это необходимо довольно-таки быстро. И уже сверху, не присыпая землей, я увлажняю сами семена той же горячей водой. Затем плотно накрываю крышкой, целлофановый пакет здесь не подойдет. И укутываю в теплое полотенце. Точно так же на горячий грунт я высывала плацикодон. Плацикодон у меня также профессиональные семена производства Бенари. Голубенький красивый колокольчик. И тоже всходы меня порадовали. Из 10 взошло 9. Одно семечко только не проклюнулось. Я уже, как вы видите, успела семена, точнее всходы, прикрыть песком, мелким песком. Так как оголялся, слегка оголялся корешок. Плацикодон я также высывала на горячий грунт. Но семена я не прикрывала и не делала бороздки. Просто раскладывала быстро семена. И затем уже отправила под одно и то же полотенце. Отправила свой контейнер с плацикодоном. На данный момент вербена и плацикодон находятся у меня на стеллаже под дополнительным освещением. Так, следующее растение, которое я высевала, я высевала гайлардия аризона грандифлора. Всходы меня порадовали. Как вы видите, 10 из 10. И высевала я свою гайлардию 25 февраля. Гайлардию я высевала также в бороздки. Раскладывала семена, но уже не на горячий грунт. Проливала бороздки водой с добавлением фитоспорина. И затем раскладывала семена, а сверху слегка присыпала песком. Так, еще я успела посеять сальвию. У меня сальвия красная. Сальвия Рэдди Брайт Рэд. 10 семян из 10 взошло 8. 8 семян, как вы видите, уже появляется первая пара настоящих листочков. Я ожидала, что еще проклюнутся. Вот видите, здесь два всхода мы не наблюдаем. То есть, почему-то в этом месте сальвия не проросла. Не знаю почему, но я, наверное, свою сальвию присыплю еще слегка песком, либо землей. Как я это делаю? Так, сейчас я найду зубочистку. И вам покажу на примере сальвии, как я свои растенницы окучиваю, слегка присыпаю землей после появления сходов. Вот так слегка присыпаю, заодно и получается рыхлю грунт, слегка присыпаю землей. Обязательно это делаю, так как грунт у нас утрамбовался, он получается с такой коркой и не дышит корневая система. Вот так аккуратненько прохожусь около каждого растения. Конечно, необходимо это делать аккуратно, чтобы не повредить ни в коем случае корневую систему. Так я это доделаю чуть позже. Либо присыпаю песком. Присыпаю песочком, у меня мелкий песок. Можно и слегка окучить, можно слегка окучить и добавить песок. Сухой песок, плюс в песочек я добавила одну, можно столовую ложечку древесной золы. Можно окучить, а можно вот таким образом присыпать песком. Еще одно новое для меня растение орегано декоративное киригами. Производство Pan American. 5 семян у меня было и 5 семян успешно проросли. Как вы видите, я уже успела досыпать сухой грунт. Присыпала корни, так как орегано у меня, я не знаю почему, но довольно-таки... Так, высывала я 25-го, 0-го, 2-го. Довольно-таки сильно вытянулись сходы, несмотря на то, что находились под дополнительным освещением. Возможно, надалеко стояли от лампы. Поэтому я около 5 миллиметров, а то и больше уже досыпала земли. Повторяю, сходы сильно вытянулись. 5 из 5. Орегано я высывала в покупной грунт. Грунт предназначенный для цветов. Грунт утрамбовала, выровняла, так как семена довольно-таки мелкие. Затем грунт, конечно же, необходимо пролить водой. Я проливала водой с добавлением фитоспорина. Разложила семена и дополнительно увлажнила семена водичкой с добавлением одной капельки циркона. Так как семена не обработаны, я решила добавить одну капельку циркона. И, как вы видите, 5 из 5, что меня также порадовало. Так, что я еще успела посеять? Что же у меня здесь? Здесь у меня примула махровая. Примула примлет микс. Также производство Pan American. Пока еще на сегодняшний день я вижу, когда я села 25.02, я села. На сегодняшний день я вижу только два всхода. Нет, не только два всхода. Вот он появился, третий. Видите, третий всход. Семена темные, темно-коричневые. Возможно, а вот моя зубочистка. Возможно, их и не видно. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, видите, появился еще один сход. Появляется, по крайней мере. Но на данный момент он вот с такой шляпкой, что не есть хорошо. А сегодня у нас 10 марта. 10 марта высывала я 25.02 без тратификации. Семена я высеваю без тратификации. Как лаванды, так и дельфиниума. Кстати, на днях я буду сесть буквально сегодня-завтра лаванду. Но снимать видео, скорее всего, я не буду, так как не хочу повторяться. Приму я высевала на горячий грунт точно так же, как высевала платье Кодон. То есть увлажнила грунт горячей водой, а затем раскладывала семена. Вы знаете, самое главное, на мой взгляд, чтобы семена были свежие. Не важна та тратификация. Сейчас многие меня цветоводы забросают помидорами. На мой взгляд, самое главное, чтобы семена были свежие. Если у вас будут свежие семена, стратифицируйте вы. Либо высевайте на горячий грунт, либо на холодный грунт, либо добавляйте циркон, эпин. Самые дорогие стимуляторы. Если семена не свежие, ничего у вас не прорастет. Хоть вы танцуете, хоть вы плюшите. Что бы вы ни делали, семена не свежие не проклюнутся. Если же семена свежие, у вас прорастет все и без стратификации. Что же я еще посеяла? Я еще посеяла гейхера коралл форест. Вот так, тоже новое для меня растение. Семена очень-очень мелкие, мелкопыльные семена. Высевала я также пролив той же водички с добавлением фитоспорина. А затем, уже разложив семена, мелкие семена, я их еще увлажнила водичкой с добавлением той же одной капельки циркона на 1 литр воды без хлора. Затем, конечно же, помещаю все свои всходы в мини парничок, в целлофановый пакет. И ставлю либо на стеллаж, либо напротив окна. Самое главное следить, чтобы слишком сильно не грело весеннее солнышко и не погубило наши всходы. А, да, я еще сегодня хочу вам показать. Я высывала вместе с вами во второй половине декабря глоксинью. Я вам признаюсь, очень-очень удивилась. Вот они бутоны. Не на всей глоксине, а только на одной я заметила бутоны. На других же бутончиков я не наблюдаю. Сегодня обязательно пересажу свою глоксинью в объем побольше. Хочу вам сегодня еще показать заустому, которую я высывала вместе с вами 10 декабря 2021 года. А сегодня у нас 10 марта 2022 года. То есть моей эустомии от посева, не от появления всходов, а от посева получается 3 месяца. И хочу вам показать, как она выглядит, как она себя чувствует. Вот моя эустомка выглядит таким образом на сегодняшний день. Точно так же, как и всю свою рассаду цветочков, я подкармливаю по одному и тому же принципу. Первая пара настоящих листочков появляется кальциевая селитра 1-2 грамма на 1 литр воды без хлора и поливаю под корень. А затем подкармливаю кристаллоном, зеленым, специальным, особым. Ну и у меня уже на столе стоит бегония. Бегонию я высывала, если я не ошибаюсь, то ли 13-го, то ли 14-го декабря. Как-то сразу после, буквально через пару дней, после посева эустомы. Вот он, первый бутон. Бегония вечно цветущая. Так, у меня села батарея. Всем желаю крепкого здоровья, мирного, чистого неба над головой и всего самого-самого доброго. Доброго.